Девушки отдыхают Девушки отдыхают На набережной Невы стоит новое здание самого старого в нашей стране фарфорового завода. Здесь делают красивую нарядную посуду. Девушки отдыхают Пусть хрупкий фарфор послужит делу революции. Пусть хрупкий фарфор В наше время их бережно хранят в музеях, как память об искусстве, рожденном революцией. Может ли мост оказаться под водой? С этим он называется Синий мост. Такое случалось не один раз. Смотрите, вот до какого уровня поднималась вода в самые большие наводнения в 1824 и в 1924 годах. В Ленинграде наводнения бывают по несколько раз в год и приносят городу много неприятностей. Происходят наводнения от того, что сильный ветер гонит из Балтийского моря через Финский залив огромную волну. Воды в ней столько, будто 40 рек, таких как Нева, выплескиваются на низкие берега города. Как предотвратить наводнение? Единственный выход – отгородиться от моря каменной стеной – дамбой. Но прежде чем строить ее, ученые-инженеры тщательно изучили течение, силу ветра и другие природные условия наводнений в разное время года. Важно еще, чтобы дамба не нарушала чистоту воды в заливе. И вот развернулась стройка. Метр за метром растет, удлиняется каменная насыпь. Она станет не только надежным щитом города, но и отличной дорогой, соединяющей берега залива с островом Котлин, на котором стоит Кронштадт. В этом сложном техническом сооружении предусмотрены ворота для пропуска кораблей, автомобильные тоннели и мосты. Нешуточное дело построить стену в море длиной почти 25 километров. Работы много, но придет день, и Ленинграду перестанут грозить наводнения. Лебяжий мостик, Лебяжий канал. Они названы так потому, что лебедей в этом городе всегда любили. Однажды в Приморский парк Поведы, где живут ручные лебеди, с Финского залива прилетела дикая лебедиха. С ней случилась беда. В горле застрял рыболовный крючок. Почему птица решила, что люди могут ей помочь? Кто знает. Но она не ошиблась. Врач вылечил ее. Лебедиха могла лететь в стаю, но осталась, убедившись в человеческой доброте. Вскоре она переселилась на другое озеро, в пансионате Дюны, и очень подружилась с Дмитрием Ивановичем Маджаровым, работником пансионата. Он назвал лебедиху Людмилой. Лебеди-кликуны – перелетные птицы. И на зиму летает в теплые края. Но Людмила вот уже три года остается. Знает, Дмитрий Иванович и защитит, и обогреет, и накормит. Летом здесь много отдыхающих. Людмила очень волнуется, когда кто-то отвлекает Дмитрия Ивановича от нее. Словно верная собачонка, повсюду следует за ним эта величественная птица. Но как не позавидовать такой дружбе? Как называется этот мостик, легко догадаться. Львиной. А вот как нарисовал его художник Встислав Добужинский, который очень любил свой родной город. Было это 60 лет назад. Он и молодой тогда писатель Корней Чуковский гуляли по Ленинграду. «Интересно, почему у этой улицы такое название?» Спросил Чуковский. «Что это был за Бармалей?» «Страшный разбойник!» Шутка ответил Добужинский. И тут же на улице, нарисовав Бармалея, предложил. «Напишите-ка о нем сказку». Сказку они сочинили вдвоем. Добужинский рисовал, а Чуковский писал по картинкам стихи. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. А как же настоящий Бармалей? Неужели он и вправду был разбойником? Нет, просто 200 лет назад некий богатый чиновник по фамилии Бармалеев купил эти земли и застроил их домами. Давно уже и следа не осталось от тех Бармалеевых владений. И название улицы напоминает нам не о нем, а о любимой детской сказке. Конечно, знают дети, еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе, придут к тебе и знания, за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok